АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас не совсем обычный вечер, потому что он связан, в общем, с сегодняшним днем, с праздником, который имеет довольно сложное происхождение, потому что вот сегодня я читал в новой газете статью по поводу того, что вообще ничего не было, никакой Красной Армии не было вообще все поры еще 23 февраля 2018 года. Отдельные мелкие разрывные красногвардейские отряды под руководством представителя Центробалта товарища Требенко, который в свое время, значит, подписал смертный прикол к Тухачевскому, а через неделю после страшных пыток был расстрелся, вот Сталин в том же том, что в 1938 году велел создать какую-то дату отсчета праздника Красной Армии. Так вот велел, например, создать, что украинцам надо иметь своего Чапаева, и придумал же поручика Щерц. То есть поручик Щерц-то был живой такой человек, но все остальное миф. Ну и то же самое 23 февраля, никакой победы над немцами не было, наоборот, эти разросленные отряды грабили местное население, вот почитайте, там все историк некий написал довольно достоверную статью. Ну а это вроде 4 ноября тоже, когда, значит, у нас день, я говорю, Дня фашиста называется теперь, вот День народного единения. Что-то половину праздника, ведь это дутые получили, слава богу, Новый год еще нормально, или Пасху, да? Вот, но так или иначе, все равно надо было сделать какой-то День мужчин. А тут кажется, что же такое, День женский есть, а теперь вроде все равновесно. Но тем не менее, я попытался сегодня, обычно мы делаем концерт по заявкам, но сегодня, и мы это продолжим, конечно, вот тут есть записок, корзиночка и просьба туда записки писать. Но в первом деле, я хотел бы показать стихи и песни, связанные с российской армией. С российской, потому что Красная армия, Советская армия, это все равно производная от Русской армии, а регулярно Русская армия по существу начинала формироваться и флот при Петре Первом. Потому что перед этим, все стрелецкие формирования и всякое такое прочее, это была армия Московского царства. Петр Первый уничтожил Московское царство и создал Российскую империю. Именно поэтому я, если можно, начну с народной песни, которую я написал для кинофильма о Петре Первом. Это песня о строительстве русского флота, первого российского военного флота в 1696 году. Думаю, значит, был он создан как бы так, по официальным летописи, более достоверно, чем 23 февраля. И с этой песни, если можно, мы начнем. Эта песня есть тут в диске «Моряк, покрепче, живозлы», которая вышла к 30-летию русского флота. Отчегосно покоя неверная, цель наш батюшка входит к ручейнице. Перед ним англичане со шведами, кораблями, фрегатами чинятся. Мы поможем ему, люди сынные, для Рустова, превышая, план его. Среди корабли в море синие, распечатаем печаль государь его. Среди корабли в море синие, распечатаем печаль государь его. На воротах лежу, она красная, мне не знать, не пытать судьбу первую. Я срублю, поварю сосну красную, сотворю из нее мачту белую. На Чеховской земле травы вылья, до заката холодная залива. Залетим корабли в море синие, распечатаем печаль государь его. Залетим корабли в море синие, распечатаем печаль государь его. От землей под сырой я руду найду, а забыв про любую гневку вредную, Чёртой я не сожгу земяную руду, отолью из нее пушку бедную. Как подымется враг над Россией, ты каленым ядром в борт ударь его. Среди корабли в море синие, распечатаем печаль государь его. Среди корабли в море синие, распечатаем печаль государь его. Мы послужим царю, правде верою, он отец нам родной. Мы его сыны, да скормились нам полную мерою. Ты сожжений земли, проплетет со луны, а ты доля тоска окаянная. Перестань нас бедою отталивать, залетим корабли в океан море, Распечатаем печаль государь его. Залетим корабли в океан море, распечатаем печаль государь его. Ну вот, я прочту стишок. Я не помню, его найдусь, очень давно был написан. По имени, по строчке, с которым назван сегодняшний вечер. Земля одна и честь одна. Мне жаль российских офицеров. А почему? А потому, что не дрожали под прицелом в пороговом густом дыму Гардемаринов и курсантов, пошедших по стопам отцов, Героев брошенных десантов, расстрелянных военспецов. Мне жаль российских офицеров, что перед Родиной чисты, Что были преданы всецело, и подоскневшие кресты Хранили в дедовской шкатулке в преддверии будущих атак. Но не французы и не турки был посерьезнее этот враг. Мне жаль российских офицеров. В донских степях или в Крыму могли, но не остались целы. Все сгинули по одному. И красный маршал Тухачевский, и белый офицер Турбин. Все головы сложили честно. Мы обо всех о них скорбим. Мне жаль российских офицеров, шагающих перед полком. Взойдет ковыль и льет церна над их истлевшим костяком. Болтух их неизменно стоек. И не согнули их потом ни суть чрезвычайных троек. Ни танки сломанным крестом. Мне жаль российских офицеров. А почему? А потому, что знали собственную цену и не сдавались никому. Смешны понятия их чести. Нет ни покрышки, ни дна. Не породы все лежат, а вместе. Земля одна и честь одна. И вот, погружаясь в историю, мы вспоминаем, что именно офицеры, гвардейские, армейские, когда-то вершили судьбы держав. И поэтому не всегда были концовы передовой линии борьбы за свободу. Как-то не странно звучит именно так. Гвардейский вальсов. Задушили Петра, задушили по делу. Не вставали с утра, так листва предела. Всюду крики «Ура!» Не опущен шлагбаум. Пыль уносят ветра на ранен бал. Всюду крики «Ура!» Не опущен шлагбаум. Пыль уносят ветра на ранен бал. От филиции «Ура!» От филиции «Ура!» Молона перед Павлом. Воспитайте же вы. Цесаревича Павла. Сколько все это раз! Пересказано, зайчик, вся надежда на вас, граф Никита Иванович. Сколько все это раз! Пересказано, зайчик, вся надежда на вас, граф Никита Иванович. Произволом конец. Мост допустит охрана. Мы выйдем во дворец и прикончим тиран. Пусть бедою грозят. Нам вещает Кассандра. За свободу, друзья! За царя Александра. Но с бедою грозят. Нам вещает Кассандра. За свободу, друзья! За царя Александра. Принусар удалой. Испытаем судьбину. Николай отдалой. И виван Константину. На внышниках кровь. Алый тунц надежда. На наследника вновь. Пребываем в надежде. Снег испачкала кровь. Тунц наших надежда. На наследниках вновь. Пребываем в надежде. Спасибо. Ну и еще. Если говорить о традициях офицерской чести в Северной Армии. Нельзя не вспомнить. Замечательно. У меня есть образ. Такой, например, и Рульянова. Когда я думаю об этом герое. Лугакова. Генерал Чердоте. И для себя идет замечательная роль Михаила Ульянова в фильме «Бег». Итак, Ромас Чердоте. И вошедший в кинофильм «Бег». Как медь умела петь в монастырь. И для себя. И для себя. Снег. И для себя. И для себя. Никто не спорил от белых стен гребля, Да белых спел посток. Зачем по свете лет, Оставший долг в уставе, Не в тот пошел ее цвет. На морозниду посты Могил волны варят, Питая синий омор От белых стен гребля. Да белых спел посток. Могил волны варят, Питая синий омор От белых стен гребля. Да белых спел посток. Не лучше ли с чекой, Мне было бы спознаться К родной земле щекой. В последний раз лежаться, Стать в воду короля. Среди степного зора, Меж белых стен гребля. И белых скал позбора, Стать звон ковля. Среди степного зора, Меж белых стен гребля. И белых скал позбора. А знаете, почему большевики победили В данную Рождественскую войну? Потому что на стороне молодой Красной Армии Воевало прямо в два раза больше Кадровых офицеров царских, Чем наоборот. Вот так и история. Ну и если двигаться дальше, Двигаться дальше, Двигаться дальше. Вот у нас тут есть сериал фильмов «Атланты держат небо». Я вам уже рассказывал, Это первый раз. Это недавно законченный сериал По моим воспоминаниям. И уже после фильма Вышло двух том, Некоторые тут есть. Вышевознайся, «Атланты держат небо» И «Веркулесовые столбы» В воспоминаниях старого островитянина, Который уже с учетом фильма Это был написан потом. Фильм 3-4 серии. Это вся моя жизнь, Начиная с 33-го года И кончая позапрошлым. И там очень много серий Посвящено разного рода поездкам. Сам софинами не о себе, А о эпохе, скорее. И вот две серии там, Снятые в Париже, Одна из них Была снята на кладбище Сан-Живе-де-Буа. И там очень много Хроникальных кадров. И если вы не были на этом кладбище, Это удивительное зрелище. Это другая Россия. Там похоронены Бывшие воины Белой гвардии, Белой армии. Причем они лежат в Боротном, Абатальонном. Значит, врангелевцы с врангелем, Марковцы с Марковом, И так далее, и так далее. Но более всего меня поразила Часть кладбища, Где похоронены генералы, Бывшие полковники, Но кончавшие в свое время Одни и те же кадетские корпуса. Они комплексные, которые были в детстве. И у них, кроме званий и фамилий, На каждой надгробной плите Погончик маленький Того кадетского корпуса, Которого они тогда-то кончали. И вот такое стихотворение. Это все из книжки выгодят всю жизнь. Не просто в эпохе, Что прежде была, Теперь разобраться. На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа Кадетское братство Лежат и не молча В сырой темноте. Но нету претензий Кадетский погон На могильной плите И павловский вензель. Нас школьные манят Обратно года И некуда деться. Дорога из жизни Вези и всегда Идет через детство. Лежат командиры походов Былых землею одеты. И звания нету Превыше для них, Чем звание кадета. Лежат генералы дивизий Лихих, Геройские деды. И звания нету Превыше для них, Чем звание кадета. Кричат улетая на юг журавли Усопших тревожа. Кончаются деньги Из этой земли. Их выпишут тоже. Меняют окраску в соседних В лесах земли обороты. Смыкают привычные ряды В небесах кадетские роты. Забудьте кадеты Прокушечный дыр. Немного поспите, Пускай вам приснится Мальчишкам седым. Покинутый Питер, Старинные усадьбы, Таинственный мир С желтеющим садом, И мамино платье, И папин мундир, И Родина. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, За фене не врастает трава. Ее разотет, как крыловник, Стрижет аккуратно садовник. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, Где статуи стыдов, Песовый-буа, Покой обрели эмигранты, Свободы российской каранты. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, Где статуи стыдов, Песовый-буа, Покой обрели эмигранты, Свободы российской каранты. На кладбище Сен-Жен-Абуа Земля от февральского снега вела И смотрят на черные кроны Забыв про коней эскадроны Летит у обители Сен-Жен-Абеев Скворцов прилетевших, возможно, напев Связат ее пене птичьим С дамских и льняного девичья Звенит у обители Сен-Жен-Абеев Скворцов прилетевших, веселый напев Связат ее пене птичьим С дамских и льняного девичья Опять в ожидании новой весны Поконникам снятся московские сны Где в юго кружится, видая Летые кресты поплетая Знакомые с детства родные места И купол сияет над храмом Христа К мужской усопшей надежду Что все собратится, как прежде Знакомые с детства родные места И купол сияет над храмом Христа Склоняя усопшей надежду Что все возродится, как прежде На надежде Сен-Жен-Абьеве-Боа Исчезнув с планеты, как птица-Боа Лежит ливидиная стая В парижскую землю врастая Меж праморных ангелов и терпсихор Поет им каноны невидимый хор И нету, как ясные свинья Свободы помимо успенья Меж праморных ангелов и терпсихор Поет им каноны невидимый хор И нету, как ясные свинья Свободы помимо успенья Еще одна песня связана с францем Она тоже из фильма Она идет на хронике гражданской войны Тоже достаточно редкой Называется «Как бы мне попасть в Париж» Как бы мне попасть в Париж Где в окне ночами тишь Пил бы вино в кростале На французской земле Пил бы вино в кростале На французской земле Смарин, папа, в Париж Там любви не удаешь Подожди меня, Марин Там гуляют зари Ах, поручик, что за плаш Плаш, Париж, пустой мираж Все, что связывает с ним Имя злоткое Максим Все, что связывает с ним Имя злоткое Максим Да не это, не хабак Атакует снова враг Не видать нам селых преть Здесь придется подбереть Не видать нам селых преть Здесь придется подбереть Как бы на попасть в Париж Где в окне ночами тишь Пил бы вино в кростале На французской земле Пил бы вино в кростале На французской земле Спасибо А история идет вперед Я вот не знаю, по-моему, есть в России Хоть один памятник, посвященный Значит, вот изменению жертв гражданской войны Вот я только что был в Казани И там под Казани Есть старинный монастырь Который В начале, значит, в 18-19 году То приехал отряд чекистов Который, значит, монастырь закрыл Бонахом начал там гнобить И они ударили вечевый колокол И подбежали местные крестьяне И все весь отряд перебили Потом приехала каратная экспедиция Все их перестреляли И вот сейчас, несколько лет назад Поставили очень интересную памятник Щирка красков Красная и серая часть Нравранной плиты И памятник идти на улицу Я в Америке много видел таких памятников В гражданской войне Вот И вот это первое Я не знаю, есть и другие памятники В России Это памятник у меня совершенно потряс, честно говоря Я был первый раз, когда я попал в 63-м году В Гибралтаре на испанскую границу Я написал такую песенку Как вот запоминание О злосчастной испанской войне 36-го года У нее своя история И посвящена тоже значительная часть Отзывания в фильме И в книге Песня называется «Испанская граница» В СССР была глухо запрещена И началась О испанской границе Пахнет боем быков С поломоченных пылью И запекшейся кровью О испанской границе Не найдешь земляков Кроме тех, что легли здесь Сярый крест в изголовье О испанской границе Не найдешь земляков Кроме тех, что легли здесь Сярый крест в изголовье Каталонские лавры Каталонские лавры Над бойцами жмят Где-то плачут над ними Каталонские лавры Каталонские лавры Спят как при непорекших А на праздных грехах Рубачи озорные Постареть не успели Сядь под пренебалевших А на праздных грехах Рубачи озорные Постареть не успели Эй, ребята, вставайте Нынче времени спать На седые шедели Пришивайте петлицы Вы в бригаду под знамя Заберите опять О испанской границе О испанской границе Вы в бригаду под знамя Соберите опять О испанской границе О испанской границе Намолчат комиссары В той земле ледяной И в завьюженной тундре Солнце жаркое снится И колынские ветры Все поют над окной О испанской границе 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 Повалитесь за них, моряки, это те, кто закрыл вас собою. Повалитесь за них, моряки. Несколько лет назад в Питере, больше десяти лет, было впервые открыто кладбище немецких солдат, погибших под Ленинградом. Потому что только семидесятых человек лежит, я участвовал в открытии этого кладбище. Очень неоднозначное было отношение к этому. И среди современных ленинградских детей, от пяти до десяти лет, был объявлен конкурс, как они себе представляют военную блокаду. Они, конечно, военные блокады не видят. И одна девятилетняя девочка нарисовала комнат такой зеленый, две могилки рядом, немецкая, с каской на кресте, и наша советская такая пирамидка с водяной звездочкой, и на ней пробитая пиротка. Вокруг цветочки растут, птички летают, мир. И вот такая песня. День над горном шпиль натянул, как струну облака, как гитарная дека. Ленинградские дети трясут войну на исходе двадцатого века. Им не надо бояться бомбежки ночной, сухари экономить не надо. Их в эпохе иной обойдет стороной, а забыть слово блокаду. Их в эпохе иной обойдет стороной, а забыть слово блокаду. Пирсиотня. Малко изменится, куда не взглянул, за окошком кривит дискотека. Ленинградские дети рисуют войну на исходе двадцатого века. Завершились подсчеты взаимных потерь, поизметилось время, было ли. И противники бывшие стали теперь Ленинградской горючей землей. И противники бывшие стали теперь Ленинградской горючей землей. Ленинградские дети рисуют войну, и немецкие дети рисуют. Ленинградские дети рисуют, я хочу, чтобы от дыня кладки вечной впредь. Я хочу, чтобы глаза им иныне впредь не ступила военная вьюга, Чтобы вместе им пить, чтобы вместе им пить, никогда не стреляя друг в друга. Чтобы вместе им пить, чтобы вместе им пить, никогда не стреляя друг в друга. В камуфляже зеленом, ухмелев плену, тянет руку к машине коллега Ленинградские дети рисуют войну на исходе двадцатого века И соседствуют мирно на белом листе над весельной травою короткой И немецкая каска на черном кресте, и звезда под правитой пилоткой И немецкая каска на черном кресте, и звезда под правитой пилоткой Подобие черно-белого экрана, скупая ленинградская природа Павлиуса проходят ветераны, садятся их меньше год от года Грохочет медь, открыты окна в доме, по мостовой идут они едины И сверху не видны, как на ладони кординат, и скорбленные спины С годами все труднее их марш короткий, и слезы неожиданная душа До их нетвердой старческой походки, от песен их, что разрывают душу И взводы не на братьям в каждой роте, пусть нет и затемнение в Ленинграде Они одни пожизненно на фронте, они одни пожизненно в осаде И в мае раз в году, по крайней мере, прекрестят снова, как когда-то Подсчитывать растущие потери, держаться до последнего сона Но, к сожалению, на этом подвиги и необходимой защиты То лицового отечества, то лицового отечества, то лицового отечества С другими отечествами не закончилось Есть вот у нас одна серия, там, святая в Америке Называется строчкой из этой песни, которую я сейчас спою Там мы снимали фильм в Вашингтоне, на Малу, в центре Вашингтона Где, значит, все правительственные учреждения, гробницы Вашингтона, Конгрессы и всякое такое И там при нас была антивоенная демонстрация против войны в Ираке И там мы увидели памятники Корейской войне, Вьетнамской войне И все вспомнили про нашу, Афганскую и Чеченскую Вот эта серия удивительна Я думаю, что не только у нас на большой экране не будет, но и в Америке Потому что там идут хроникальные кадры грязной Вьетнамской войны, грязной Корейской войны Грязной Афганской войны и грязной Чеченской Все в перебешке Вот такая песня Чем-то почта к тебе болевая В дом стучится И на грязной войне убивают Как на чистой Я бы ночью зовусь отболитой Там в герой Да на грязной войне быть убитым Кужа в трогу Видно, годы минувшие эти Все проспалки Что сегодня пошли твои дети В оккупанты От гремит тот корабль и ненастья Снег растает А стоять им приказано Насмерть, где поставят Чем-то почта к тебе болевая В дом стучится И на грязной войне убивают Как на чистой Грудь смертный щенят проклятым Бог Всевышний Там, где брат разбирается с братом Третьей Вишней Под огнем стрелительным сгинет Под фугаской На бесплодной, на этой чужбине На Афганской Писаря подсчитают потери И не громко постучится В закрытой двери По хоронках Писаря сосчитают потери И не громко постучится В закрытой двери По хоронках АПЛОДИСМЕНТЫ Музыка Наталья Приезжевая схема И от простреленной указкой Плачет мать в тоске вселенской От германской до авганской От афганской до чеченской Ветер кружится рассеян Над размытыми путями Злая мачеха Россия Что ты делаешь с дитями Злая мачеха Россия Что ты делаешь с дитями Значит, того ли, кормили их Сбереженными кусками Чтобы к братскому их богими Распроизм И тропиночку искали Нет, честь я с добрым и лаской Нет, то, счастья, то ли, женской На Алахганской, на Алахганской На Чеченской, от Германской до Авганской, На Адамганской до Чеченской, На печаленные лица, звуки стержанного мата, На дорожная клубица, возле раймоенкомата, Для солдатской службы честной будут мальчики рождаться, От Афганской до Чеченской, от Чеченской до Гражданской, От Афганской до Чеченской, от Чеченской до Гражданской. В памяти подводной лодки Курска. Наша держава, как судно сбивается с Курсом. Наша держава, как судно сбивается с Курсом, Приходящий, как прежде тревоженный лих, Вечный покой, Марикан, затонувшего Курска, Вечный позор над мираном покинавшим их Вечный покой в море вам затонувшего курска Вечный позор над мираном покинавшим их Дым от разрывов разводится в небе морозным Срамами имут лишь те, кого нету в живых Вечная память солдатам убитым под грозным Вечный позор генералам покинавшим их Вечная память солдатам убитым под грозным Вечный позор генералам покинавшим их Снова нам жить между тобою мучительно совесть Скулить о том, что такое свобода и честь Мир потерян на потом, кого тративших совесть Мир на людей, у которых она еще есть Мир потерян на потом, кого тративших срок Мир на людей, у которых она еще есть Боя барабана ударит восставые уши Струя гитары, сердца позовут за собой Боя продолжается вновь на воде и на сушу Самый последний и самый решительный бой Боя продолжается вновь на воде и на сушу Самый последний и самый решительный бой Наша держава, как суд, сбивается с курса Вверх приходящий, как прежде, тревожит в них Вечный покой морякам затонувшего кузка Вечный позор адмиралам покинавшим их Спасибо, и в заключение этого цикла еще одна песня «Севастополь». Пахнет дымом от павших знамён, Палом другу от битвы жестокой, Стан последний вчера в Иссиану. И вступают враги в Севастополь, И израненный молвит солдат. Спотыкаюсь на каменном спуске, Этот город вернется назад. Севастополь останется русским, Этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Над кормой он крестущий флаг, В небе мессерам хищные стаи. Вдаль уходит последний моряк, Карнабельную окну оставив, И твердит он, смотря на закат. И на берег покинутый узкий, Этот город вернется назад. Севастополь останется русским, Этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Севастополь останется русским. Этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Аплодисменты Но я рассказывал историю этой песни. Это есть тут целый диск, Где она именно так и записана, Как хотели, чтобы она звучала. Была вторая песня. Это написано для кинофильма, Петре Первом. Режиссер потребовал, Чтобы я отразил в этой песне много чего. Первая – технология строительства паразитного флота. Вторая – православная религия. Третья – тачка пьет крепостничества. Четвертая – война со Швецией. Но самое главное, Что песня была зародная, хулиганская и народная. Песня написана вот здесь, На этом диске. Не под гитару, Под однородные инструменты, Польбу пушек, Победные трубы И прочее, и прочее, и прочее. Отпесня со стойковым голосом. Итак, усть серевый. Начало восемнадцатого века. За кадром стук топора Народ строит Первый военный флот. Мы, народ Артемий, Дружим с топором. Проще корабель, А ведь солнце подберем. Эх, православная глянька, Зберем народ, Погляди, как ванька, Полную плывет. Православная глянька, Сберем народ, Погляди, как ванька, Полную плывет. А через зарею Знамя Христа Выспарил с полною Крепкие волна, Эх, православная глянька, Сберем народ, Погляди, как ванька, Полную плывет. Православная глянька, Сберем народ, Погляди, как ванька, Полную плывет. Девку с голой грудью, Я изображу, А медную арбудью, Толк зарежу. Эх, Ты мортира грядька, На пучинный вод, Расскажи, как ванька, Полную плывет. Ты мортира грядька, На пучинный вод, Расскажи, как ванька, Полную плывет. Держивость над нами, Барская лоза, Бери нас клубами, Рали в железе. Эх, ты поверен, грядька, От своих ворот, Как колотвой ванька, Полную плывет. Ты поверен, грядька, Разивый народ, Как колотвой ванька, Полную плывет. Море наша сила, А море наша жизнь, Веселись в Россия, Швеция, держись! Эх, ты поверен, грядька, Бери нас клубами, Бери нас клубами, Полную плывет. Эх, ты поверен, грядька, Бери нас клубами, Бери нас клубами, Бери нас клубами, В 밑у Спасибо.